Друзья, это новый выпуск, всем привет! По дороге из Лас-Вегаса в Гранд Каньон В этом выпуске я буду ехать на арендованной машине из Лас-Вегаса в Гранд Каньон и обратно И буду снимать и показывать вам по ходу Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, привет! Доброе утро! Я выезжаю из Лас-Анджелеса в Гранд Каньон Взял машину на прокат Сейчас буду снимать и показывать вам по ходу, как что происходит Начинаю движение Бензина у меня показывает на 300 Угол работает уже в футах Бензин у меня на 391 миль В одну сторону 274 миль То есть придется еще заправляться Вот это мой отель Покидаю отель И двигаемся в штат Аризона Мы сейчас находимся в штате Невада Выехал на хайвей Впереди горы красивые Повсюду дороги Дороги не очень ровные Решенная скорость по хайвей 65 миль в час Я вот двигаюсь в потоке 62-63 Очень интересные машины Такие драки Школьные автобусы Фрайтлайнеры, грузовики Школьные автобусы такие большие Полицейские машины с такими отбойниками впереди Вот тянет джип дом на колесах Комфортный дом на колесах Я установил круиз-контроль На 65 миль Ехать еще 265 миль 4 часа Пока на окраине Лас-Вегаса Есть выходы Выезды на парковку И выезды для еды Но пока Бензин у нас есть Есть я пока тоже не хочу Пока поедем Поедем максимально до конца Чтобы побольше увидеть сегодня И хочу еще вернуться до конца дня И вернуть машину Такие вот фуд-экзиты Где есть заправка Разные кафе, рестораны У дороги Это так называемые паркинги в Европе Вон они наверху Там бензин Бензин стоит 3 доллара за галлон И отель И рестораны Вот нам на юг По интерстейт 11 По трассе 11 Нам нужно ехать Дорога улучшилась Перестала быть бетонной Вот стала прямая дорога И вот здесь вот такая пустыня Пустыня, пустыня, пустыня Ну что там не везет нам сегодня с погодой Опять облака Пасмурно Прошу прощения за картинку Конечно при солнечной погоде Это было бы намного интереснее Ну что есть, то есть Становился я на парковке И здесь написано, что красивый вид Сейчас пойдем снимаем посмотрим Становился я на этой парковке Сейчас посмотрим Написано красивый вид Смотрите, это будет прямо сейчас Озеро Мит И Дамба Гувера Поедем дальше Вот сейчас на следующем съезде Написано будет Дамба Гувера Свернули на дорогу Посмотрим На плотину Тут безопасность Проверка Берите чекпоинт Проверили, сказали опустить все стекла Спросили нет ли у вас в машине оружия Заглянули в машину И пожелали счастливой дороги Вот сюда мы приехали Здесь снимали кучу фильмов Универсальный солдат Трансформеры Посмотрите, какой мост На этом мосту будем ехать Строго запрещено Нельзя летать дронами Штраф 25 тысяч долларов Летать не буду Не просите По плотине Переезжаю Приехал я на плотину Гувера Сейчас посмотрим Вид С этого места Вот это Когда много воды Здесь проходит сброс Сейчас воды мало А вот это вот там идет спуск воды друзья возвращаюсь я от дамбы гувера буду продолжать свой путь по штату аризона до гранд каньона смотрите дальше калиф штат аризона свои какие скалы написано штат большого каньона приветствует вас и значок и штата на рисунок все продолжаем движение осталось ехать 240 мы немножко задержались смотрели дамбу гувера продолжаем движение продолжая движение осталось двигаться 220 миль уже появился значок national park гранд каньон дорога достаточно пустая я бы не сказал что она очень загружена один ряд загружен один ряд свободен вот за окном вот эти пейзажи пустыни и горы и кустарник все это мы видели в американских фильмах средняя скорость у меня сейчас 60 миль в час это достаточно быстро еду до этого у меня было 37 и расход я примерно держу 40 миль на галлон то есть мне еще осталось бензина на 326 миль ехать 220 интересные одиноко стоящие дома трейлеры то есть они далеко друг от друга находятся на 1 километр или больше чем километр просто посреди вот такой пустыни с кустарником дома машины разбиты продолжаем путь 205 миль осталось ограничение скорости здесь 65 миль но все едут немного быстрее вот и я чтобы сэкономить решил ехать 75 примерно примерно в потоке то есть чуть быстрее на 10 миль чем чем лимит я проголодался и нужно попробовать наверно американской еды а какой самый американский ресторан вы знаете заснеженные вершины впереди объезжаем в город кингман осталось 175 миль заедем перекусим я думаю что может быть 5 гайс остановимся нашел я наконец-то макдональдс но скорее всего пойду 5 гайс потому что макдональдс уже слишком слишком мне надоел ребят я остановился 5 гайс взял бургер и колу на все про все 25 долларов сейчас жду когда приготовят и поеду дальше небольшой перерыв друзья осталось ехать 150 миль перекусил движемся в путь взял с собой немного еды посмотрим не первый дом на колесах вижу который вот сам едет в доме а за собой на жесткой сцепке тащит внедорожник вот эти дома на колесах вот которые вы сейчас видите они очень дорогие здесь помимо недорожника видите у него еще мотоцикл висит harley вот так они путешествуют из штата орегон очень много картошки в этом ресторане положили прям насыпали полный пакет вот он у меня лежит внизу не могу есть картошку съел наверно штук 10 и все больше не могу двигаемся по аризоне лимит скорости здесь увеличился до 75 миль в час я еду 76-80 это порядка 120-130 км в час по нашему дороги достаточно пустые осталось 100 миль едино осталось на 190 миль заезжаю на заправку и и и и и сначала вставляем карточку потом платим вот это цена на бензин 38 дальше 4 еще дороже дизель самый дорогой значит заправка только по предоплате заправляюсь я заплатил 50 баксов сейчас посмотрим на сколько я заправлюсь вставляем под горло все пойдем заберем сдачу заправлюсь на 30 долларов и 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 Вот такая вот. Уже хороший снежок. Вдоль дороги лежит. Но дорога сухая. Дорога сухая. И сейчас 43 градуса по Фаренгейту. Это значит порядка 7-8. То есть плюсовая температура. И осталось 67 миль. Все, свернул я с основной дороги. Свернул на трассу на Гранд Кэньон. Увидел полиция. Остановила машину вдоль дороги. Буду ехать в пределах лимита скорости. Нам никакие проблемы не нужны. Закончились перелески и горы. Снова началась большая-большая равнина. И впереди видна гора. Вокруг лежит снег. Температура 39 градусов по Фаренгейту. И у меня на машине появилась снежинка. Это значит, что температура близкая к нулю. Указатель, чтобы проехать национальный парк Гранд Кэньон, нужно заплатить 35 долларов с автомобиля. Осталось 10 миль. И за мной едет полиция. Это полиция. Вот она едет, смотрит, охраняет движение. Здесь небольшой городочек на подъезде к Гранд Кэньону. Всякие туристические места. Снег, снег, снег. Вокруг через одну милю будет въезд в зону Гранд Кэньона. Нужно будет оплачивать проезд. Красивые. Красивые. Все, заезжаем в станцию Гранд Кэньон. Сейчас будем оплачивать. Нет никого. Нет никого. Ну, поехали. Нет так нет. Поехали. Осталось 3 мили. Мы почти доехали. Еще светло. Смотрите, сколько снега. Друзья, вот я и добрался. Машина вон она. Запаркована. Иду смотреть на вид. Гранд Кэньон. Гранд Кэнэ. Смотрите. Смотрите. Вот там внизу течет река Колорадо, которая разделяет и разрезает это ткань. Субтитры добавил DimaTorzok Вот наконец-то я сюда добрался. Вообще вид сумасшедший. Дорога длинная, но этого того стоит. Виды просто невозможны. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжаю ходить по большому каньону. Дорога сюда однозначно стоила потраченного времени. Посмотрите на это. Субтитры добавил DimaTorzok По-моему, снега и холодно. Где-то минус 5-6, наверное. Субтитры добавил DimaTorzok И ехать обратно в Лас-Вегас. Очень холодно. Но поездка того стоит. Кран-каньон в любое время года. Летом было бы, конечно, вообще здорово. Но и сейчас тоже неплохо. Местное время 17 часов 18 минут. Буду выдвигаться обратно. Дорога 270 миль. Здесь нет покрытия сотового связи моего оператора. И, соответственно, нет покрытия данных. А я забыл скачать карту офлайн. Так что буду ехать обратно по указателям без GPS. Сейчас будет поворот на трассу 40. И останется 200 миль до Вегаса. Уже поздно, ночь. Машину я к сроку не верну. Но я просто брошу ключ. Там есть специальная окошка. И пойду в номер. Осталось до Лас-Вегаса порядка 80 миль. Очень пустой туман. Еду, практически ничего не видно. Но сейчас уже лучше. А там было прям совсем молоко. Все, друзья. Добрался я наконец-то до отеля. Достаточно тяжело, потому что за день сделал порядка 600 миль. Это около 1000 километров. Но добрался. Все благополучно. На этом этот ролик заканчивается. А сейчас посмотрите еще немножечко Большого каньона. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, на этом серия про Гранд Каньон будет заканчиваться. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всем привет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok